Вы все как заявшая пластинка. Вы все как заявшая пластинка. Друзья, я давно хотел вам признаться, что мне очень приятно, что вы меня смотрите. Нас уже почти тысяча. Я даже представить не мог, что такое количество людей подписывается. Давайте сделаем эту тысячу. Давайте поставим колокольчик для того, чтобы получать видео максимально оперативно. И популяризируем марку Мерседес. Расскажем то, что старый Мерседес тоже Мерседес. Ставим лайк, подписываемся, делимся, ставим колокольчик. А я буду стараться делать для вас самые лучшие видео и самые интересные. Ну что, поехали? Поехали! Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса! Ну не отчаивайтесь! Налетай! Торопись! Покупай! Тут дешево, надежно и практично. Клиент дозревает, будь готов! Усевдя готов! Собака друг в человек! Всем привет, друзья! Маленький выпуск такой сделаю для вас. В общем, есть проблема у некоторых людей. Вот у фары, если она особенно китайская, поворотов отламываются вот эти вот усики, вот эти. И фара идет под замену. Такая фара стоит даже на разборках по 20 долларов. Поэтому самая лучшая тема, которую я сейчас придумал, просто взять обыкновенную проволоку. Вот взять ее, нагреть. Через два вот этих уха сейчас проденем. Сейчас вам покажу, как можно сделать. Вот смотрите, в общем, я как ценитель колхозного ремонта всегда, значит, сейчас я вам, надеюсь, будет видно. Тут, как всегда, ночью все делаю. Вот я уже одну, короче, пропалил. Сейчас мы вытянем. Сейчас мы вытянем вот эту часть. И нам надо пропалить еще и вот эту часть. Сейчас попробуем. Это достаточно просто. Можно сделать обыкновенной зажигалкой. Вот и где-нибудь поближе. Вот сюда вот китайские фары хорошо палятся. Достаточно. Вот я продел. Ну, значит, смотрите, что сейчас делаем. Продеваем, значит, через одно ухо. Через одно ухо. Также продеваем через второе пропаленное ухо. Вытягиваем. Вытягиваем. Вот вытягиваем. В общем, вот так вот, чтобы было, да? Вот так вот сводим их. Вот, где-то посередине, чтобы было. Вот так вот сводим. Вот. И ставим фару в исходное положение. То, как она должна стоять. Так, значит, ловим эти проволочки тут. Вот, значит, фара встала. Видите, проволочки тут. Сейчас задача натянуть их и найти, за что можно их завязать. Посмотрите, я, значит, закрутил ее там, подцепил. То есть закрутил и через ту проволоки не хватило. И через это ушко, которое я сделал, я проделал еще хомут и закрутил вот тут вот уже на телевизоре, короче. Вот, сейчас остается только вот это откусить. Вот и все. Фара стоит отлично, никуда не денется. Точно не вывалится. Хотя бы смотрится нормально. А то я ее цеплял на какие-то железяки. Конечно, хочется отметить, что это абсолютно колхозный ремонт. Но если, к примеру, фара вывалилась у вас по дороге, и вы не хотите, чтобы она у вас оторвалась, и вы точно на дороге, если будете ехать даже домой, потеряете. А поворотник, вы знаете, нужны. Можно воспользоваться таким именно экстримным способом, чтобы потом, там, когда будут деньги или когда будет время, заехать на разборку и взять нормальную фару. Только самое главное не забудьте, потому что фара настолько хорошо висит, что, в принципе, можно сэкономить вот эти 20 долларов, и если денег особо нет, не тратиться на эту фару. Просто одна проволочка и один хомутик. Пять минут работы, и фара на месте, и все окей. Спасибо, это такой простой лайфхак. Подписывайтесь, оценивайте. Пока с вами был Автодок. Кстати, этой теме меня научил Ваня Щипко. Это тоже человек, который ездит на 202-ом Мерседесе. У нас уже начала собираться такая целая, как говорится, фан-клуб любителей этой машины. Все, всем пока!